После напряженной игры с командой из Ревды, самарские баскетбольные фанаты матч против другой уральской команды ожидали с опасением. И поначалу тревога подтвердилась. Первый период гости выиграли 16-14, а затем и нарастили свой отрыв в начале второй четверти. После чего в дело включились уже и волжане. Игроки Самары организовали рывок 10-0, захватили инициативу и на большой перерыв ушли, уже ведя в счете 38-30. Слишком самодейно поверили, что начали хорошо и что все так же будет легко. Но Самара показала свой класс, показала нам где мы находимся на данный момент. Третий период стал бенефисом самарских снайперов. Максим Дыбовский и Владимир Пичкуров устроили заочное соревнование, кто забьет больше трехочковых бросков. Всего на двоих форварды отгрузили в кольцо соперника сразу 8 дальних бросков. Сработало наше нападение, особенно начало третьей четверти мы забили с дальней дистанции и этим самым почувствовали какую-то уверенность. Но еще раз повторю, этот соперник неудобен не только для нас, но и для любой команды. К середине четвертой четверти преимущество Самары выросло до 20 очков, после чего волжане спокойно довели игру до уверенной победы 76-58. Мы в какой-то момент немножко потеряли свою игру и они этим воспользовались и сделали рывок, который мы уже не смогли вернуть. Баскетболисты Самары после победы укрепились на втором месте в турнирной таблице Суперлиги и все еще продолжают погоню за лидером чемпионата Спартаком Приморья из Владивостока. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.